Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников, и сегодня мы с вами будем читать новую интересную сказку про забавного слоненка. А сказка, моя хорошая, называется «Слоненок». В отдельные времена, милые мои, слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый нос, величиной сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать он им ничего не мог. Но появился на свете один слон, молоденький слон-слоненок, который отличался неугомонным любопытством и поминутно задавал какие-нибудь вопросы. Он жил в Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. Он спрашивал своего высокого дядю Страуса, отчего у него перья растут на хвосте. Высокий дядя Страус за это трепал его своей твердой притвердой лапой. Он спрашивал свою высокую тетю Журафу, отчего у него шкура пятнистая. Высокая тетя Журафа за это его трепала своим твердым притвердым копытом. И все-таки любопытство его не унималось. Он спрашивал своего толстого дядю Гиппопотама, отчего у него глаза красные. Толстый дядя Гиппопотам за это трепал его тоже своим широким, пришироким копытом. Он спрашивал своего волосатого дядю Павлина, отчего дыни имеют такой вкус, а не иной. Волосатый дядя Павлин за это бил его своей мохнатой, примохнатой рукой. И все-таки любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем и только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал. И все дядюшки и тетушки за это его трепали. И все-таки любопытство его не унималось. В одно прекрасное утро перед весенним равноденствием неугомонный слоненок задал новый странный вопрос. Он спросил, что у крокодила бывает на обед? Все громко зашипели «шшшшш» и принялись долго безостановочно трепать его. Когда, наконец, его оставили в покое, слоненок увидел огромную птицу, сидевшую на кусте терновника, и сказал, «Отец бил меня, мать била меня, дядюшки и тетушки били меня за неугомонное любопытство. И все-таки я хочу знать, что у крокодила бывает на обед». Птица мрачно каркнула ему в ответ. «Ступай на берег большой серо-зелено-мутной реки Лимпопо, где растут деревья и лихорадки, и сам лично посмотри». На следующее утро, когда равноденствие уже закончилось, неугомонный слоненок взял 100 фунтов бананов, 100 дынь и заявил своим родичам, «Прощайте, я иду к большой серо-зеленой мутной реке Лимпопо, где живут деревья и растут лихорадки, ой, то есть наоборот, где растут деревья и лихорадки, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед». Он ушел, немного разгоряченный, но нисколько неудивленный. По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как он их не мог подбирать. «Шел он, шел, шел он, шел, на север, на восток все ел дыни, пока не пришел на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья и лихорадки, как ему говорила огромная птица. Надо вам сказать, милые мои, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты неугомонный слоненок никогда не видел крокодила и даже не знал, как же он выглядел. Ну что, мои маленькие друзья, а что же произойдет с маленьким забавным слоненком, мы с вами узнаем завтра. А сейчас время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова